Петров Юрий Александрович, Глубоухажаемый Владимир Владимирович, я хотел бы сказать несколько слов по проблеме российской идентичности, применительно к задачам исторической науки, которую я сегодня представляю. Мы все свидетели того, как история становится главным инструментом, главным фактором формирования нашей идентичности. И, конечно же, события Великой Отечественной войны – это основное звено нашей идентичности. И как раз хотел бы сказать об этом несколько слов в размышлении того, что мы делаем и что, на мой взгляд, еще сделать необходимо. Прежде всего, хотел бы напомнить, что было заседание в Ханты-Мансийске несколько лет назад, и там была идея создания экспозиции на вокзалах железных дорог. Это была ваша идея, Владимир Владимирович. Мы ее успешно реализуем. И в году 75-летия Победы во всех городах-героях и во многих городах воинской славы такие экспозиции на железнодорожных выставках сделаны. И они очень, мне кажется, важны для формирования нашей национальной исторической памяти. Буквально недавно мы отметили семилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. И у вас был мост с крымскими коллегами. На нем была представлена трехтомная история Севастополя с вашим обращением к читателю. Вы нашли там, мне кажется, очень точную и яркую формулу, назвав Севастополь патриотической столицей России. Это очень точно и емко выражает значение этого города для России. Его героическая оборона в год войны – это та легенда, которая вошла в наше историческое сознание, в плоти кровь нашего народа. Я рад, что эту работу мы вместе с севастопольскими коллегами успешно завершили. По указу готовятся города трудовой доблести. Вот очень важное, мне кажется, тоже начинание. Много в экспертизу проходит в Академии наук, в том числе у нас в институте эти заявки. Заявки все достойные. Я скажу, что они отражают ту атмосферу трудового братства, которая сложилась в годы войны. Тогда все города, которые служили в тылу опорой нашего фронта, они все были по существу многонациональными, с участием эвакуированного населения и заводов. Именно тогда вот ковался тот самый советский народ, который и является таким феноменом 20 века. Одним словом, делается очень немало, и я еще раз хотел бы выразить вам признательность за, в частности, поручение прошлого года о создании архива Великой Отечественной войны. Эта идея, мне кажется, очень перспективная, и мы благодаря этому получим огромную новую цифровую базу документов, необходимую для изучения войны в дальнейшем. Да, есть даже такое парадоксальное явление. Война уходит далеко в прошлое, уже прошло три четверти века, но она все ближе становится к нам, если можно так сказать. Вот фокус нашего внимания постоянно смещается в сторону даже уже теперь отдельных людей. И такие движения, как бессмертный полк, это показатель того, что история войны стала фактически войной в стране семейной. И в этой связи, в связи с тем, что интерес в обществе к истории войны возрастает, я думаю, что и у нас, у историков, есть новые задачи. Вот, в отношении, со своими соображениями об этом хотел бы поделиться. Вот наш президент Академии Александр Михайлович Сергеев поставил задачу в течение 10 будущих лет написать, подготовить новую историю войны. Наготомную, большую, на новой электронной базе данных, с цифровыми технологиями, то есть, чтобы она была на уровне мировой науки. Мне кажется, что это очень плодотворная идея, и мы за неё с удовольствием возьмёмся. Но, мне кажется, что, и я хочу этим вот соображением поделиться, что нужна некая ещё и структура для этой работы, и, может быть, даже не только для этой, а структура, которая бы обобщала очень многие активности, которые проходят в разных сферах нашего общества, связанные с изучением войны. Это и академическая наука, это и движение добровольческое, поисковики, проект без срока давности и так далее, и так далее. Очень много таких активностей проявляется. Но, мне кажется, что нет такого координационного центра, который бы определял правильные и приоритеты исследований, и мог бы выступить в роли координатора работы отдельных, и помог бы избежать дублирования часто встречающегося исследований, и наметить те малоизученные, но очень важные вещи, например, как преступления нацистов на оккупированной территории, которые сейчас нуждаются в особом внимании со стороны историков. Одним словом, высказываю предложение подумать над созданием национального центра истории Великой Отечественной войны. В советское время такая идея была, и был план в Академии наук создания института истории Великой Отечественной войны. К сожалению, он не был реализован. Мне кажется, что мы сейчас приближаемся к этой реализации и этой идее. Она нуждается, разумеется, в проработке с нашим профильным министерством и наоборот науки, с Валерием Николаевичем Фальковым, разумеется, и с Академией наук. Если я сегодня решился вынести её на такое важное представительное собрание, то для того, чтобы сверить, что называется, часы с коллегами, как бы оценить свои реакции с ими, и в надежде, прямо скажу, на вашу принципиальную поддержку, Владимир Владимирович. Спасибо. Спасибо.